история самого крупного в мире самолета on 225 мрия это транспортный самолет созданный киевским государственным предприятием имени антонова on 225 был создан прежде всего для нужд космической программы для транспортировки грузов в том числе частей космических кораблей также может перевозить крупногабаритные грузы другого назначения разработка самолета началась в 1985 году и продолжалось рекордно короткое время три с половиной года 21 декабря 1988 года он выполнил свой первый полет уже в марте 1989 года в одном полете с максимальной взлетной массой более 500 тонн было установлено 106 мировых рекордов и рекордов для самолетов этого класса с распадом советского союза в 1990-х и закрытием программы энергии буран единственный действующий on 225 был помещен в ангар а его двигатели были демонтированы для использования на самолетах on 124 в конце 1980-х советское правительство искала пути получения выгоды от достижений своей военной промышленности в 1989 украинское государственное предприятие антонова создала холдинговую компанию по предоставлению услуг по перевозкам тяжелых грузов которая содержалась в киеве а работала из аэропорта станстет возле лондона в сотрудничестве с компанией air foil heavy lift компания начала работу с флотом состоявшим из четырех on 124 стоит 3 on 12 но в конце 1990-х стало очевидным что есть потребность в самолете большим чем on 124 учитывая эту потребность законсервированный on 225 был реконструирован модифицирован для перевозки тяжелых грузов и возвращен в работу под руководством авиалинии антонова первый коммерческий полет мрия осуществила 31 января 2002 года из штутгарта в королевство оман с грузом 187 целых пять десятых тонн продуктов питания для американских военных расположенных в стране с тех пор ан-225 стал рабочей лошадкой в парке самолетов авиалинии антонова благодаря возможности транспортировки объектов возможность быстрой транспортировки крупногабаритных грузов необходимых пострадавшим от стихийных бедствий обеспечила самолету репутацию ценного помощника для гуманитарных организаций начиная с июля 2003 ан-225 вместе с самолетами ан-124 перевез более 800 тонн оборудования для гуманитарных миссий в ираке ан-225 также был привлечен правительством сша для транспортировки военного обеспечения на ближний восток для поддержки коалиционных войск в августе 2009 года мрия была занесена в книгу рекордов гиннеса за перевозку самого большого в истории авиации моногруза общим весом в 187,6 тонны это был генератор весом в 174 тонны что транспортировался вместе со специальной рамой из немецкого франкфурта в ереван для новой армянской электростанции экипаж самолета получил сертификат свидетельствующий о внесении рекорда в книгу рекордов гиннеса 10 июня 2010 года по заказу одной из ведущих фрейд форвардинговых и логистических компаний самолетом был перевезен самый длинный груз в истории воздушных перевозок две лопасти ветряка длиной 42 метра каждая из китая в данию 25 марта 2011 года он доставил в японию гуманитарные грузы генераторы и технику общей массой 140 тонн для пострадавших от землетрясений и цунами по заказу правительства франции в октябре 2012 года самолет доставил в душанбе оборудование для норекской гидроэлектростанции изготовленная в харькове на предприятиях уао корпорация турбоатом груз общим весом 125 тонн состоял из колеса турбины массой 57 тонн крышки турбины 36 тонн и сопутствующего оборудования только on 225 мог доставить такой груз к месту назначения за один рейс в свое время велись разработки относительно использования самолета в качестве платформы для запуска космических летательных аппаратов одним из таких проектов была авиационно-космическая система макс двухступенчатый комплекс воздушного старта который должен состоять из самолета-носителя ан-225 на котором устанавливался бы орбитальный самолет по расчетам это должно существенно уменьшить стоимость вывода грузов на орбиту 25 марта 2020 года после 18 месяцев ремонта и модернизации самолет совершил первый полет во время ремонта была установлена новая система управления силовой установкой 27 февраля 2022 года во время воздушной атаки российских войск на аэропорт где прибывал самолет он был уничтожен однако надежда на восстановление крупнейшего в мире самолета живет для этого нужны технические возможности и финансовые вливания субтитры создавал DimaTorzok